Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – новая политическая реальность, с которую скатывается российское общество. С нашими сегодняшними гостями постараемся разобраться в том, каким образом, скажем честно, антисоциальные и местами людоедские реформы властей запустили процесс демонтажа внутренней политической системы. Попытаемся понять, почему на протяжении последних недель неуклонно падает рейтинг поддержки президента Путина и правящей партии власти. Ну и, пожалуй, самый главный вопрос – что должна делать политическая оппозиция, чтобы перехватить инициативу и остановить социально-экономические реформы со знаком «минус». Сегодня в нашей студии. Останина Нина Александровна – руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе, руководитель Всероссийского женского союза «Надежда России». Добрый день. Парфенов Денис Андреевич – член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления фракции КПРФ. Добрый день. Обухов Сергей Павлович – член президиума сексуальца КПРФ, замруководителя аппарата фракции КПРФ в Госдуме, доктор политических наук. И Крымчанинова Марина Владимировна – доцент кафедры Государственного управления и публичной политики Института общественных наук РАНХИКС. Здравствуйте, дорогие гости. Радостивить сегодня в нашей студии. Ну, давайте начнем с опроса Левада-центра, который недавно сообщил, что рейтинг доверия граждан к президенту Путину за год снизился с 59% до 39%. Падение, скажем честно, очень серьезно, практически на треть. Если дальше дело пойдет такими темпами, то скоро от этого рейтинга вообще уже, судя по всему, ничего не останется. Вот в целом российская власть теряет доверие населения. Это, видно, в том числе было хорошо по оригинальным выборам, где кандидаты, поддержанные президентом, провалились, что называется, публично. Вот мой первый вопрос, почему это происходит и что изменилось за этот, там даже не год, а за последние, может быть, полтора-два-три месяца? Сергей Павлович, как прокомментируете происходящее? Ну, мы имеем в этом году две, как говорится, диаметрально противоположные ситуации. 18 марта 2018 года триумф Путина, триумф политтехнологий, триумф якобы всенародной любви к действующему президенту, 77% поддержки. И не проходит и полугода, как указанные перстом кандидаты вдруг проваливаются, и даже перед телекамерой поглаживание Путина, вот он, оказывается, недостаточно. Люди просто демонстративно голосуют против. То есть, что произошло за эти полгода? Я думаю, произошло, скажем так, прежде всего разочарование и отторжение того, что обещали что? Прорыв, обещали стабильность, да? А прорыв куда? Прорыв в карман граждан произошел. Какая стабильность, то тут, то тут рвется то техногенная катастрофа, то мусорные свалки, то дальше непонятные перспективы, то взлет доллара, то падение рубля. То есть, понятно, что это не катастрофическое, но есть, знаете, как радиация накапливается, да? Вот идет накопление вот этой вот радиации, и оно сказывается, она уничтожает, она съедает вот этот вроде бы тефлоновый рейтинг Путина. Ну и, конечно, ключевое, это, ну скажем так, спусковой крючок. Понятно, что это не одна из причин, это скорее даже повод, да, казус Белли, вот внутренний повод для объявления войны вот этому всему состоянию. Это вот спенсионная реформа, то есть, ну, 4 пятых посчитали себя обмануты. Да, вот эти вот самые уступки, там что-то принесли, там больше половины, все равно противостоит какая-то там треть, 20% вроде бы согласны граждан на эти условия. Но тоже это последняя советская гарантия, и люди это очень нутром чувствуют, что вот стабильностью тут не пахнет. Путин это был президент стабильности, Путин это был президент недопущения коренных ломок, а вот вы запустили процесс коренных ломок. Этого люди не прощают. Спасибо большое. Нина Александровна, как вы прокомментируете это падение, драматичное падение рейтинга поддержки президента? Может быть, этого рейтинга поддержки нет, это просто результаты грамотной пиар-пропаганды, промывки мозгов, работы зомбоящика? Мы опираемся сейчас на официальные данные, которые дал нам ЦИОМ, фонд «Общественное мнение», но Сергей Павлович поскромничал, поскольку он возглавляет у нас тоже Центр исследований политической культуры. И я думаю, что эти результаты были предсказуемы, о чем, собственно, он сейчас и сказал. Только в моих представлениях эти цифры еще ниже сегодня, чем дают вот эти официальные фонды социологические. Мы сейчас, когда проводим очередной замер, есть дежурный вопрос, не вспомните ли, за кого вы голосовали на президентских выборах? Так вот, сейчас на 20% меньше вспоминают, что не голосовали за Путина, чем, допустим, еще при опросах… Им стыдно, в смысле? А, что им стыдно, не хотят сопровождаться? Да, не стыдно, то есть это уходит, знаете, «не скажу», у нас есть еще графа «не скажу». Это корреспондируется даже с последней статистикой, которую дает высшая школа экономики. Они говорят, что 50% опрошенных ими сейчас не проголосовали бы за Путина. То есть они не говорят о том, что они забыли, они просто бы сознательно не проголосовали за него. Но, вы знаете, даже Зорькин в своей, так сказать, политической публикации, в своих тезисах политических, он сказал, что его очень беспокоит и все общество сегодня. Социальная напряженность, а причиной этой социальной напряженности является обнищание народа и неисполнение тех законов, которые должны быть и приняты согласно Конституции. Конституцию в этом смысле менять не надо, статью 7 убирать не надо, но то, что государство не собирается ее исполнять, это стало уже очевидным. Поэтому последние непопулярные самые законы – это налоговый закон увеличения на 2% НДС. Когда вносился этот закон, то были мифические обещания, которые вызвали иронию. Но людей далеких от экономики, Силуанов вышел на второй канал Соловьева и сказал, что, друзья мои, вы представляете себе, что будет, если когда мы примем этот закон, дороги построим, вы начнете путешествовать, заводы построим. То есть 18% был налог, ничего не построили, на 2% увеличат, все построят. Ну и понятно, что пенсионное законодательство. Любопытно, когда мы проводили акции протеста, вот три этапа, 28 июля, 2 сентября, 22 сентября. И во 2 сентября, это была самая массовая акция протеста в Москве, более 100 тысяч. Поэтому первое – это, конечно, непопулярные меры власти, их придерживали. Придерживали до 18 марта. Поэтому эффект неожиданности, он сегодня вот такой сокрушительный характер приобрел, и настроения людей резко поменялись против этой власти. Ну и действительно, 4 региона, которые явно показали, что прикормленные губернаторы, обласканные, поставленные, всячески там анонсируемой властью, они оказались… Публично поддержаны причем. Публично поддержаны, да. Они оказались за бортом. Спасибо большое. Хорошо, Марина Владимировна, но Вы, как эксперт по публичной политике, как оцениваете происходящие изменения, что называется, внутренней политической повестки дня, в общественных настроениях? Действительно есть некий дистанция между тем, с какой программой и обещаниями, что президент Путин на выборы 18 марта, тем, что потом пошло в разгар Мундиаля, повышение НДС анонсированной, повышение пенсионного возраста, прямо в день открытия Мундиаля, да. Видимо, пока, так сказать, население не пришло в себя до конца. Ну и дальше там акции за налоговую реформу, налоговый маневр в нефтяной отрасли. Ну и там пошло-поехало. Что привело, стало триггером падения поддержки президента? Проседание рейтинга есть. И, наверное, тот рейтинг, с которым Путин пришел к выборам 18 марта, это что-то такое аномальное даже для нашей страны. Там 77, вы сказали, ну вообще и 85%, 82% давали. Это доверие 85%. А тут голосовать оно всегда ниже. Немножко ниже там, да. Но, понятно, это скорее заявленная некая позиция, чем реальная. Но люди шли на выборы. Мы это видели, да. И после этого, я согласна с вами, что меры придерживались. То есть, видимо, они давно назревали. Ну и следующий, видимо, этап – это то, что будет связано с ЖКХ. На бензин мы увидели уже. Да, социальные нормы на электроэнергию. Да, да, да. То есть, это все держалось-держалось, и они неизбежно должны поползти вверх. Это драматичное падение, но влечет с какими-то изменениями. Да, это влечет за собой именно потому, что народ Российской Федерации скорее авансом дал вот этот кредит доверия Путину о том, что он сумел нас защитить на внешней политической арене. И значит, они перенесли это и на внутриполитическую арену. Но оказалось, что это не сработало. И вот это ничего нет хуже для политика, чем обманутые ожидания. И это неизбежно ведет к падению рейтинга. Да, конечно, Путин сумел немножко отыграть за счет того, что он смягчил, как правильно вы заметили, и позицию по пенсионной реформе, и налоговый маневр по акцизам на нефтепродукты. Но, тем не менее, все равно это сказалось. И более того, это запущенная все-таки активная кампания в социальных сетях, где перепосты были, где люди обменивались всякими демотиваторами. Вроде бы и смешно, но все равно это влияет на сознание, это влияет на настроение. Это не могло не дать свои результаты. Я бы еще хотела заметить, вот как было преподнесено средствами массовой информации, понятно, что ангажированными, подписание этого закона Путина о увеличении пенсионного возраста. Заметьте, говорили обо всем. Закон о репостах, показывали 8 раз, как танцует Тереза Мэй. Но и только-только вкратце, президент подписал закон 18.45, сказали об этом на телеканалах, среди прочих материалов, которые... Одна фраза, я хочу обратить очень важную мысль, сказала коллега. Путин выступал в роли защитника. Вот этот крах мифозащитника, ну не крах, эрозия, наверное, да? Все-таки точнее будет. Эрозия, краха нет. Понятно, что не надо тоже там рисовать, что вот уже режим пал, и тут вот, как 4 апреля 1993 года, все говорят, поехали на Останкино, да? Поэтому эрозия мифозащитника, это очень серьезная вещь. Она не лечится там очередным голым торсом, поездкой на лошади и так далее. То есть, Акела не защитил, получается, свою стаю, да? Это серьезный сдвиг в массовом сознании, психологии даже, я сказал, психологии. Денис Андреевич, ну вот, во-первых, хотел бы вас поблагодарить за ваше замечательное выступление в Государственной Думе, которое сейчас очень хорошо расходит в социальных сетях, причем независимо от политической ориентации. Левые, правые, центристы, националисты. Я думаю, что как раз-таки партия, так скажем так, общее мнение партии КПРФ и многих адекватных, меняемых людей, было как раз-таки вами сформулировано, что действительно поплыл рейтинг президента, что антисоциальные, скажем так, людоедские реформы рано или поздно все-таки победят этот зомбоячек, люди поймут, что, собственно говоря, в их карман снова залезли. Но с вашей точки зрения, вот, увеличение пенсионного возраста, повышение НДС, повышение акцизов, там, падение курса рубля, который мы видели в августе-сентябре, плюс, кстати, вот, соцнормы потребления электроэнергии, ну и прочие-прочие инициативы властей, они о чем говорят? О том, что все-таки власть будет решать проблемы экономики и социальной сферы и бюджета населения простого? Или все-таки до олигархов пытаются дотянуться? Или опять будем брать стихского, брать тут же нечего? Возьму на себя смелость утверждать, что в одной исторической эпохе могут быть немножко разные периоды, но эпоха остается все равно одной. Вот мы недавно встретили скорбную годовщину, 25 лет со дня государственного переворота 93-го года, когда фактически Ельцин узурпировал власть и отодвинул законно-изборный парламент, уничтожил его, и после этого уже пошли по полной программе реформы, связанные с приватизацией и со всем остальным. А вот тогда был один период, да, в 2000-е был такой более тучный период, хорошая внешняя конъюнктура, цены на нефть, все хорошо, сейчас опять начинает как-то в негатив все скатываться. Но эпоха-то остается одной и той же. То широкомасштабное наступление трудящихся, которое началось вот еще тогда, в 90-е, сейчас просто вышло на новый этап. Сейчас вот отбирают действительно последние остатки советского наследия в виде пенсий. И нужно понимать, что народ почувствовал в какой-то степени, что уже вот дальше так, наверное, ему жить будет тяжело. Если раньше власть, опять же, в силу благоприятных обстоятельств или в силу того, что сама она как-то осторожнее действовала, позволяла себе ухудшать положение населения постепенно, чтобы люди успевали привыкнуть и приспособиться к этому, то сейчас резкий шаг сделан, и благодаря этому, естественно, и обратная реакция тоже резкая. То есть правильно было сказано, что пенсионная реформа сама по себе может быть, если бы она была на фоне полного благополучия во всех остальных сферах. Конечно, бы не вызвало такого эффекта. Но долгое время накапливался негатив от других антисоциальных шагов власти. И сейчас вот в эту, уже без того, в принципе, переполненную чашу терпения, еще ухнули целую кружку кипятка, который, естественно, все выплеснулось после этого. Поэтому пошли акции протеста, поэтому пошло серьезное падение доверия к первому лицу, который действительно во многом-то системы и держится. Сейчас в каком-то смысле открывается новый этап политической жизни нашей страны, потому что власти, видимо, тоже почувствовали, что все-таки запрос на социальную справедливость слишком актуален, чтобы можно было просто так от него вытирать ноги, как прежде. И будут вот таким пожарным порядком пытаться эту проблему как-то решить. Но, мне кажется, власти просто, видимо, не отдают себе отчет, что ли, не понимают, что проблема носит принципиальный характер, она завязана на саму природу действующей и политической, и экономической системы, в первую очередь, на распределение собственности и способы управления ее. Поэтому, если не менять принципиальных подходов, как раз-таки к той же самой олигархии, допустим, не заставить ее потесниться и от этих рычагов управления, и от экономических высот, то поменять в корне ситуацию не получится. А в свою очередь, если этого не сделать, то неизбежно турбулентность будет только нарастать, и вообще мы придем к социальному револю. Мне кажется, что показательно здесь все-таки выступление Зоркина, оно подчеркивает нежелание как раз менять эту систему. Сергей Павлович, ну вот, давайте как раз-таки постараемся понять, какие будут шаги предпринимать правящие власти, партии «Единая Россия», администрация президентов, сложившаяся ситуация. С одной стороны, крайне неблагоприятная, скажем так, социально-экономическая ситуация, непопулярные реформы, с другой стороны, падение, эрозия рейтинга поддержки президента. Мы уже видели, что, по-моему, 7 губернаторов были экстренно сняты с их пасов и заменены другими какими-то псевдотехнократами, которых выбрал сам Кремль. Вот это буквально за последний месяц произошло. Вот что дальше? Что будет? Какие декоративные изменения, либо какие-то серьезные шаги пойдет в власть? Вообще не знаю, в какой политсистеме, где возможно, чтобы главный... У нас ведь статья Зорькина, и вот это выступление, она не изолирована. До этого у нас публикуют крупную теоретическую статью, кто? Председатель Следственного комитета, где говорит о необходимости конституционных изменений и введения государственной идеологии. Следом, главный судья страны пишет статью и говорит, что нужно вводить государственную идеологию. Я напомню, по-моему, 1998 год, да, Ельцин вызвал Сатарова, тогда был такой, у него глава советников, придумайте мне российскую идеологию. И вот они по вырезкам из газет придумывали, что такое российская идеология. Ну, кстати, тогда же у нас и возникла первый раз идея монархии, да, помните, бурное перезахоронение, подлинные останки, неподлинные. Перезахоронили всех, кого могли. Да, значит, и тогда нам Майкла Кенского впаривали, как грядущего преемника Ельцина, Ельцин при нем премьер-министром. Дальше у нас либеральная идеология, да, демократическая Россия, все Ельцин, посудила государственные идеологии, либерализм открытый. Дальше у нас вдруг возникла русская весна, да, потом ее стыдливо стали забывать, она уже не русская стала, а крымская, да, лаванда крымская, но неважно. И, а теперь у нас оказались геополитические издержки от русской весны очень большие, то есть тут санкции и так далее решили, а мы теперь за традиционные ценности, да, и вот теперь Липениха наша подруга, этот самый Орбан в Венгрии, националист крайне наш друг и так далее, то есть мы начали, вы видите, ситуативно партия власти, я вообще не знаю, какую государственную идеологию собирается прописывать товарищ Зорькин и товарищ Бастрик. Патриотизм называл президент, что главный. Ну, патриотизм, у Ельцина тоже был патриотизм, очень патриотично стреляли, как говорится, грабили. То есть это первое направление, которое они сейчас нам попытаются выстроить. Следующее, мы слышим целый ворох утечек, значит, нам рассказывают о том, что все-таки опять возвращается, да, 96-й год, нам же обещали Союз России и Белоруссии, значит, теперь мы опять реанимируем якобы союзное государство, и теперь у нас опять Путин будет главой союзного государства, Лукашенко вице-президентом, и пойдет укропнение макрорегионов, там 20 или 25 макрорегионов в России, 6 макрорегионов в Белоруссии, ну и вот такое вот, это тоже запускается, видимо, прорабатывается. Теперь нам говорят, что будет транзит власти, ладно, Путин же не может уйти, в принципе, потому что, ну, долго объяснять отдельная тема. Нам говорят, что будет Госсовет, то есть по типу Политбюро ЦК КПСС или Президиум Верховного Совета. То есть вот эти вот все шарахания, значит, власти в попытках опять видоизменить. У нас же постоянный кризис выборной системы, меняются законы, конституционный кризис, что такое изменение сроков Думы, то Дума 6 лет, то она 5, то 4, то 4,5. То президент 6 лет, да. То есть все подстраивается под потребу, идеология под потребу, конституция под потребу, то есть, ну, так же система жить долго не может. И вообще такие системы не живут и не размножаются. Спасибо, спасибо, Нина Александровна. Ну, давайте потом понять, все-таки сам-то президент Путин, его ближайшие косы понимают, что вот эта эрозия и падение его рейтинга поддержки, что тем более там падение рейтинга поддержки Единой России, правительства, там, Медведева, ну, что это звоночек, и что это может пустить зацепной процесс уже там и в регионах, и общее понедоверие к государству, и, соответственно, в 90-е годы, вот как было сказано, с неполочью мы постепенно скатываемся. Вы знаете, если честно, я так приятно была удивлена выступлением Владимира Вольфовича, когда он в этом победном, так сказать, восторге говорил, ну, все, наконец-то поняли, наконец-то поняли, поэтому мы надеемся, что больше губернаторов никто не будет, исполняющий обязанности назначать, что теперь объявлены выборы, и за три месяца до этих выборов действующий губернатор будет, как и все прочие, участвовать в этой предуборной гонке. Ну, я думала, что Владимир Вольфович, наверное, получил все-таки какой-то сигнал из Кремля, потому что он так в адрес Вай накланялся, Кириенко, спасибо вам, спасибо вам, и вам тоже все спасибо. И тебе, Людмилев, спасибо. Поэтому все, что... Даже он, и мы, люди уже, побывавшие в этой политике, полагали, что это послужит каким-то сигналом для власти. Нет, и вот я об этом сужу по ситуации сегодня в Хакасии и Примории. Посмотрите, приближенный к власти Владимир Вольфович получил право, так сказать, быть избранными два его кандидата. А кандидаты от КПРФ, которые действительно выиграли выборы в одном и в другом случае, до сегодняшнего дня желание власти вообще сделать так, чтобы этих выборов больше не было. Ни в Хакасии... Нам при этом говорят, а вы продажные коммунисты, вы на сговоре и так далее. Что ж на сговоре-то не получается-то? Поэтому власть ничего не поняла, ничего менять не будет. И все эти вбросы сегодня, о которых говорил Сергей Павлович, это опять-таки желание вовлечь общество в дискуссию, чтобы... Пустую. Совершенно дискуссию. А вот десантирование новых в Рио, в Приморье и в Хакасию, о чем говорят? Там Кожемьяка и... Это значит, что ничего менять не хотят. Вот как видели, что только они формируют власть, так им кажется, что и дальше они будут это делать. То есть приморский вариант, вот этот вот синдром, похмельный синдром у них так и не наступил на сегодняшний день. Поэтому правильно сказал Денис, и я согласна со всеми, кто говорит, пока мы не изменим систему формирования самой этой власти. Система формирования власти должна меняться кардинальным образом. Не она сама себя формирует, а люди снизу это делают, начиная там от глав поселений, начиная от муниципальных депутатов, и мы это понимаем. Но вот одновременно все эти выборы показали, что, понятно, центр системообразующий – это коммунистическая партия. Посмотрите, кто объединился сейчас вокруг нас. Я не только о наших миссингах и об акциях протеста, я о выборах, потому что поняли, что другой политической системы сегодня нет. И я была даже немного удивлена, когда здесь в Москве вместе с Денисом Парфеном участвовали в этих выборах. Мы видели, приходили здесь и яблочники, у которых нет сейчас своего избирателя, и нет своей партии, по сути дела. И те самые, кто раньше выступал за либеральные реформы, они приходили на наши массовые встречи, поддерживали нашу партийную программу. И мне кажется, что мы способны объединить сегодня людей. Поддерживали общедемократические требования, за которые борется КПР. Давайте будем уточнять. Хорошо. Нашу программу не надо им поддерживать, потому что… Ну, понятно, что им не нравится наша программа, и позиция там национализации, и в этих местах. Спасибо, спасибо большое, Марина Владимировна. Но вот эта экстренная смена, по-моему, уже семей губернаторов в регионах, и это признак чего? Что все-таки власть будет закручивать гайки, пытаться не потерять контроль над регионами, не допустить таких, скажем, жестко протестного голосования, приход, например, коммунистов к власти в тех либо иных регионах, ну, за пределами Иркутской области. Или же это, ну, так сказать, ничего в этом страшного не происходит. Действительно, как показал Владимир Буфисович Жириновский, сейчас началась некая такая демократизация, некоторая весна, отипели, вот сейчас хотя бы на низовом уровне, ну, как на низовом, на оригинальном уровне дадут поиграть в демократию и в политические выборы? Я думаю, что власть сама еще определяется с линией. Собственно, то, о чем вот говорили коллеги, позвольте себе два слова, академической науки, да? Существует четыре типа слухов, которые могут циркулировать и менять общественное мнение. Это слухи-ужастики, когда все завтра апокалипсис, все будет хуже, цены там, доллар будет сто там на рублей, да, и так далее, да, и вот смотрят, какая реакция, да, будет. Поэтому смысл их, когда будет он не сто, а, например, шестьдесят семь, все облегченно вздыхают, да, то есть это такое, да. Это было с пенсионным голосом для женщин, сначала три года, а потом два на 60. Я как раз об этом и говорю, что вот картина формируется вот этими четырьмя типами потоков. Другой слух – это слух, так называемая утечка информации, да, когда вот запускается через какого-то актора, ну и Владимир Вольфович, кстати, очень часто выступает в качестве такого именно актора, вот, который запускает какую-то провокативную такую идею и смотрит тоже реакцию на это, которая формируется в регионах или, ну, в целом там на уровне электората. Вот, и вот, соответственно, вот это мы тоже видим на примере вот этих губернаторских выборов и попыток вернуться к теме изменения Конституции в области идеологии. Ну, надо отметить, что действительно это была введена очень неудачно, отмена идеологии, потому что, собственно, всего три государства в мире содержат такую статью в Конституции. Так, идеология. Да, да, это вот одна из них, кстати, Польша, да, тоже не самая такая экономически процветающая страна. Вот, и поэтому были исследования, которые показывали, как связано вот наличие какой-то консолидирующей идеи с показателями экономического развития, с уверенностью населения в завтрашние дни и так далее, да, и, в общем-то, на протяжении 20 века это было доказано, что имеет смысл вернуться. Другое дело, что это не может быть по вырезкам из газет или возврат к формуле Горчакова, православие, самодержавие, народность, потому что треть, как минимум, уже у нас мусульманского населения. Ну, по бедоносцу, скорее. Ну, и по бедоносцу. Уваровская, извините. В принципе, да, она изначально Уваровская была, но вот об этом дискутировали. И еще один вид слухов – это слухи фантазии, когда придумывается некий прекрасный образ будущего, и тут как раз вот эти публичные мероприятия, там, мундиали, олимпиада, да, то есть некая такая эдем, да, иллюзия эдема создается, и народ вот отвлекается, да, какое-то успокоение некое наступает. Тоже мы видим, как это… В целом все хорошо в России, да. Да, как это вот формируется. Ну, и действительно, утечки вот как бы непосредственно из центра, слухи вбивания клиньев, тоже мы видим, да, когда между различными политическими партиями, политическими группировками начинается вбивание клиньев, но тут стараются и внешние наши партнеры, как это принято говорить, и внутренних у нас хватает. Партнеров. Актеров, да. И партнеров, да. Поэтому, собственно, картина, например, формирования общественного мнения, она достаточно разнообразна, разнонаправленна и сложна. Поэтому, мне кажется, вот на мой взгляд, власть использует все эти названные инструменты и сама еще пытается определиться, а в какую сторону пойти. Потому что даже если мы посмотрим на временно исполняющих обязанностей Приморского и губернатора Хакасии, то фактически это технические действительно фигуры, как сказали коллеги, могут оставить, могут. Ну и в Петербурге, судя по всему, тоже Беглов это более чем... Да, да, да. Идет борьба за технические или не технические. Да, да, да. Как бы поддержать место вот это, да? Поддержать, да. В надежных руках проверенным большим. Пока, да, пока. Я предлагаю ознакомиться с результатами голосования, которое проходило на сайте канала «Красная линия». Вопрос звучал следующим образом. Чем вы объясняете успех властей, ну успех, конечно, в кавычках, в деле увеличения пенсионного возраста, повышения налогов и сборов на граждан, то есть проведения антисоциальных реформ? 2% наших телезрителей считают, что весь секрет успеха в высоком рейтинге власти и лично президента Путина. 48% винят пассивность, винят само население и нашу с вами пассивность, большинство граждан. 49% высказались за концентрацию финансовых, силовых и политических ресурсов в руках правящего класса. И 1% телезрителей затруднился у нас ответить. Денис Андреевич, ну давайте прокомментируем результаты голосования. Почему все как по маслу? Вроде были митинги, демонстрации населения против, но при этом Совет Федерации, собственно говоря, там сенаторами Единая Россия и Государственная Дума, благодаря правящей партии, принимают любые реформы, любые законы, вот о чем угодно. Ну объективно, пока еще, наверное, количественные характеристики протеста общественного не перешли в новую качественную стадию. Поэтому, с одной стороны, да, небывалые акции протеста, десятки тысяч человек в Москве, по всей России, в сотни городов прошли акции протеста. И это привлекло внимание, это заставило власть пойти на определенные уступки, частичное смягчение этой реформы. Но этого недостаточно для того, чтобы опрокинуть эту реформу, увы. И здесь, конечно, множество причин. Нельзя сводить к чему-то там одному или двум. Это такая история сложная. И понятное дело, что пока, наверное, общественное сознание, классовое сознание, еще не дозрело у трудящихся до такой стадии, когда возникнет понимание того, что люди все-таки способны влиять на политический процесс. Вообще, он для нашего общества характерен, знаете, такой синдром выученной беспомощности. То есть, вот вбивали десятилетиями, что от вас ничего не зависит, вы ничего не решаете, ничего не можете. Так сказать, голосуй, не голосуй, дальше известно. Вот, поэтому к этому народ привык, увы. И вот вырваться из этого стереотипа очень тяжело. Но это постепенно происходит. И понятное дело, что если бы на акции протеста против пенсионной реформы народ бы выходил так же охотно, как он выходит, например, на бессмертный полк, ну, я вас уверяю, вышел бы на улицу миллион человек, сразу бы там Медведев на вертолете улетел куда-нибудь, там, не знаю, из Кремля бы все выехали на метро-2, да, и после этого под телевизор убили. Мы пошутили, все в порядке, никакой реформы не будет. Ну, увы, миллион пока не выходит. Да, при этом точно так же нужно понимать, что система при всех ее огромных проблемах, которые только нарастают, все-таки, ну, репрессивная вертикаль, она выстроена, силовые структуры работают, да, информационная пушка полностью в руках у власти. И поэтому вот эта несопоставимость в ресурсах у правящего класса и у тех, кто ему противостоит, тоже, разумеется, сказывается. Поэтому я вижу сейчас задачу и нашу, там, как коммунистической партии, да, и тех сил, которые выступают хотя бы за общедемократические какие-то преобразования, работать на постепенное изменение баланса сил, обстановка, в принципе, постепенно поворачивается в пользу перемен. Другой вопрос, какие будут эти перемены? Власти ведь тоже могут попытаться все поменять, и какой-нибудь полувоенный сценарий, там, с новым пиночетом, он ведь тоже не исключен. Спасибо, спасибо большое. Нина Александровна, ну, возникает такое ощущение, что все-таки мы сами в большинстве виноваты в том, что происходит в нашей с вами стране. Все-таки очень низкая такая гражданская активность населения и слабое участие и в выборных процессах, особенно вот явка в регионах там 20, 30, 35 процентов на выборы, но как будто говорит о том, что люди разочарованы, люди в апайте, население не верится в том, что может что-то изменить, ну и вот вся эта информационно-пропагандистская машина работает на то, чтобы это как раз и в голову вбить. Ну, а репрессивный силовой аппарат уже не допускают, собственно говоря, соответственно, якобы несогласованная акция протеста, согласовывают только то, что думает само власти. Вот, как вы оцениваете? Вот я смотрю на третью позицию, мне представляется, что вторую и третью позицию можно объединить. Почему? Потому что как раз концентрация финансовых, медийных ресурсов, политических ресурсов в руках власти, она приводит к тому, чтобы удержать всячески эту пассивность населения. Это не инертное состояние самого населения, это показатель работы власти против того, чтобы люди действительно активно и осознанно вышли на эти митинги. С одной стороны, понимание людей, ну, понимаете, вот сегодня средства массовой информации, мне кажется, что они опережают даже и все остальные ресурсы. Потому что, по сути дела, власть делегировала свои полномочия и президент и председатель правительства Соловьевым, Киселевым и прочим людям, которые сегодня делают это, общественное мнение выстраивают. Хотя мы говорим о том, что, безусловно, вокруг партии объединяется, вокруг программы нашей объединяется, но я понимаю сегодня, что нам просто не дадут власть, сострадочил в своих руках огромный полицейский аппарат. Ну, не случайно Золотов, не случайно все эти молодежные организации, которые уже сегодня там ребята в беретах учатся скакать, прыгать, и говорят, что давайте вы будете на этих демонстрациях обеспечивать порядок. Казачьи войсками будут. Порядок ли? Какой порядок? С одной стороны, если речь идет просто о предостережении, там, в охране этих массовых акций. А с другой стороны, я обратилась к ребятам, которые стояли 2 сентября и оттесняли людей от трибуны с тем, чтобы не увидеть там плакаты, лица тех единороссов, которые голосовали за бюджет. Ребята, вас ждет то же самое. Вы будете жить в конечном итоге в государстве, а вас вытрут ноги, попользовавшись вами сегодня. Поэтому не надо. И вот эти вот показательные сейчас аресты наших партийных активистов. У нас Володя Бессонов уже сколько лет, сколько лет Бессонов по надуманным обвинениям, которые появились через две недели после того, как прошла встреча с депутатом, придумали, что он якобы там силу употребил. И сегодня его отсутствие приговора вынесли обвинительный Володя Бессонову. У нас в каждом регионе вот эти появились уже политические заключенные, с одной стороны. А с другой стороны, это не только известные политики. Это простые люди, которым хотят показать, друзья мои, если вы с ними завтра пойдете, ну вот последняя там, директор школы, да, вот московской школы, там, где у нас 300 наших ребят уволили директора школы, там, где появляется пионерская организация, да разве, слушайте, что же мы делаем? Что мы делаем сегодня? Даже президент говорит о том, что необходимо создавать там детские организации, вернуть это в школу, вернуть это в школу, потому что каждый родитель понимает сегодня, что если ребенком не займутся, то в любом случае он сам найдет себе в интернете то занятие, либо в какую-то группу, либо куда-то вступит. Поэтому, черт плохого в нашем опыте историческом. 100 лет, 29 октября исполняется молодежная организация, из которой все мы, пожалуй, кроме Дениса, вышли из этой организации. Мы заряжены этим опытом, мы понимаем сегодня, что без того, чтобы поддержать нашу молодежь, просто не обойтись. Поэтому власть и дальше будет делать все, но в любом случае уже наелись. Спасибо большое, Сергей Павлович. И как-то вот много копится очень такого негатива в повестке дня, и вот волей-неволей даже средства массовой информации вынуждены показывать, его озвучивать. Вот это может привести к какой-то цепной реакции, вот к каким-то громким перестановкам во власти, к отставке кабинета министров, может быть, еще к чему-то. Или пока власть полностью все контролирует, цементирует, и президентским рейтингом, пускай опавшим, все еще может ситуацию спасти, как-то выправить. Ну, насколько я так воспринимаю, те утечки, которые нам идут из администрации, у них ключевой паковый вывод. Ситуация не критичная, мужик стерпел. Да, мужик стерпел, вот такое вот определение. Да, действительно, он пока стерпел. Но надолго ли? И второе, вот у меня ощущение, вот опять будем кивать на Дениса, вот Денис не знает, а мы из того поколения, которые прошли через 88-й год, 89-й год. Вот у меня ощущение все больше, что 88-й, 89-й год на дворе перед какой-то катастрофой. Почему? Вы обратите внимание, вот эти вот два лица, как там Баширов и Петров, да, но не будем. Вообще, это крупнейшая деморализация спецслужб. То есть, когда нам утекают паспортные данные, да, из базы секретных данных ВД, агентские списки, нам уже показали поднакодную всех работников спецслужб, которые скрываются под этими псевдонимами. Вот примерно такое же, что шельмование из спецслужб, кстати, в те годы. Вадим Бакатин. Да, да, то есть, да, в итоге Бакатин все сдал. Да, да. Это вообще страшная вещь. Так вот, оказывается, что, вот я представляю, какие сейчас настроения в спецслужбах, когда, оказывается, и всех вычислили, и все знают. Три человек как минимум, вроде бы. Да, то есть, я уже не про третий человек. Как так возможно, чтобы вот эти вот все, ну, секретные дела производства, видите ли, там у нас журналистские расследования. Ребята, какие журналистские расследования. То есть, у нас подвешивается один столб режима, да. Режим-то все-таки военно-полицейский, спецслужбистский, во много монопартийского типа у нас. Так вот, с одной стороны. Дальше мы видим вот эти вот самые олигархическую прислойку и ближний круг. Да, ближний круг уже делит последние крохи, ну, не последние крохи, но львиную долю кормовой базы. Да, вот эти вот все мегапроекты, которые... А дальше-то идет грызня. Дальше уже, пожалуйста, господин Дерипаска, не Дерипаска, а семьяльцинская семья, Юмашевы, да, уже присягают, наверное, Соединенным Штатам. Мы готовы все-все делать. Вы только, пожалуйста, нашу долю в русале не трогайте. Мы ваши, ваши буржуинские готовы... То есть, это вообще-то серьезные подвижки в элите. Собственно говоря, так уничтожали и Милошевича, и Саддама Хусейна. Я уже не говорю про латиноамериканские режимы. В итоге сдают свои. И сдадут свои. Значит, это тоже нужно понимать. А то, что вот, а, дестабилизация спецслужб. Скоро дойдет, что наши сотрудники спецслужб начнут из ЦРУ присылать эти самые СМС-ки и на электронную почту, как это было в Панаме во времена Норьеги. Понятно. То есть, дестабилизация, еще дебилизация. Посмотрите на Золотова, который там вызывает кого-то на дуэль. Ну, ребят, ну куда? На площади не отчаял дуэль, потому как раз площадь без дуэль. Там, значит, в Гелендвагене, бронированном из Матки. На других нет машин Гелендваген. И оказывается, да, что взрывчатка на Гелендвагене, это все лишь хулиганство. Хулиганство. Оказалось, оказывается, это вообще. Оказалось, хулиганство взрывчатка. Ну, ребята. Так, Марина Владимировна, давайте прокомментируйте тогда ситуацию с выборами региональными. То, что происходит в Приморье, то, что происходит в Хакасии. С одной стороны, это заслоны вот эти вот новые уже резкая смена из Кремля людей, которые призваны вроде как-то вести порядок, как сказал президент, провести честные демократические выборы. Хотя чем были те непонятные, не демократическими, не честными? Тоже вопрос остается. С другой стороны, категорический отказ привлекать к ответственности, собственно говоря, там, глав уйдиков и тиков. Вроде бы, как говорят, они ничем не виноваты. Это обычные учителя, а не бюджетники. Зачем же мы их будем тут убежать? Хотя о какой части выборов можно говорить, если те же самые люди будут снова заполнять протоколы, подсчитывать голоса? Ну и плюс ко всему давление, которое идет на того же самого Коновалова в открытую. Вот это что? Это такое давление на общественное мнение, на протестные голосования? Что пытается власть сделать? Задушить протест? Ну, в какой-то степени канализировать его скорее. То есть можно оценить, как я чуть ранее сказала, вот этих назначенных временно исполняющих, как, ну, скорее, вот было такое слово, место блюстители, да, вот, до лучших, так сказать, времен, да, и посмотреть, куда склонится общественное мнение, за это время с ним поработать. То, что со стороны Центральной избирательной комиссии может быть внедрены, ну, например, те же видеокамеры, ими будут оснащены участки в Приморском крае, то, что до этого не было сделано. Ну, это понятно, это такие как бы технические решения, которые принципиально не меняют. Другое дело, что действительно я попробую связать ваш вопрос с данными вот этого рейтинга. Пик протестов у нас приходился, как мы помним, на зиму 2012 года, и даже тогда на этом пике по опросам и Левада, и ФЦИОМа, люди были готовы выходить на митинги около 10-12% на пике, да, 10-12% за политические, защиту своих политических прав, этого было недостаточно. В два раза больше людей готовы были выходить за защиту своих экономических интересов. Поэтому то, что мы увидели с 2014 года, это было многочисленные удары именно по экономической составляющей, чтобы наконец-то вот возбудить население и заставить их выйти на протестное голосование. Причем я вижу здесь, опять-таки, и внешних каких-то акторов, и внутренних актеров, да, которые тоже с разных сторон мешались, и борьба элитных различных группировок, да, то есть, но, на мой взгляд, проблема состоит в том, что если, например, в США отчетливо видна у людей партийная идентичность, то есть вот готовы воевать там либералы, сторонники либеральной партии с демократической, да, и для них это чуть ли не передается по наследству, у нас ни по одному опросу вообще нет партийной идентичности, надо отметить, да, вот скорее она есть, может быть, у сторонников КПРФ, но я вот ни разу ни в одних опросах не встречала, чтобы кто-то считал вот среди своих, так сказать, я, я эту, да, что я член единой России или я член справедливой России. То есть у нас как таковое понимание отсутствует, тогда за что же люди пойдут, за какие, кто может возглавить. По сути, у нас возглавляет мощный лидер, вот если он появляется в каком-то регионе, и люди верят, что он принесет справедливость, а я согласна с вами, что самый мощный запрос это на справедливость у нас, которая фиксируется уже вот, собственно, с 2008 года. Справедливые все большие проблемы, тем не менее, да, у нас, к сожалению. Да, но она не ассоциируется с праведливой Россией, вот, то получается, если персонально кто-то вот это продемонстрирует, за ним люди пойдут. Денис Андреевич, а какие с вашей точки зрения стоят сегодня главные вызовы перед российским государством и обществом? В начале 90-х годов встался вопрос о сохранении государственного суверенитета, территориальной целостной страны, вообще банально такого выживания России, а вот сегодня какие? Или мы возвращаемся в 90-е, опять этот же самый вопрос встает. Собственно, да, на самом деле происходящий либеральный реванш и постепенное скатывание, сползание в 90-е, оно возвращает на повестку дня вопрос элементарной выживаемости государства и общества, потому что нужно понимать, что независимость в полной степени мы так и не обеспечили, зависимость экономического и отчасти политического рода остается очень значительной от Запада, от Соединенных Штатов. Территориальная целостность, ну здесь по большей части может быть проблемы были преодолены, но тем не менее все равно сейчас... Баренцево море две трети отдали, Берингово море отдали, острова отдавали, теперь я, да, извиняюсь. Совершенно верно, а более того, сейчас, пожалуйста, протесты массовые в Ингушетии, да, даже внутри России какие-то административные фактически манипуляции. Совершенно верно, а там стрельба идет, там, в общем-то, очень серьезные десятки тысяч людей тоже выходят, ситуация очень острая. Поэтому на самом деле проблема самосохранения, да, если стратегически брать, проблема народосбережения, наверное, может быть, основная, да, все это остается, все это актуально. И сейчас, в принципе, как я вижу, задача конструктивных политических сил состоит в том, чтобы предложить обществу не только программу, да, но и конкретный уже более-менее образ будущего и конкретный алгоритм действий по его достижению. Это вот то, с чем, может быть, пока мы еще не справились, но нужно эту задачу решать, потому что запрос на это очевиден. Спасибо большое. Давайте, Нина Александровна, вспомним, опять-таки, обсудим Валерия Зоркина, председателя Конституционного суда, который опубликовал статью, в которой попытался объяснить, что российскую конституцию нужно соблюдать, что социальные права граждан нарушать нельзя. А в России, вроде бы, как они нарушаются властью регулярно, систематически, что надо, вроде бы, как посмотреть на результаты приватизации, подумать о системе настоящего народовластия и, вроде бы, двигаться вот в этом направлении. И, как я понимаю, тут же получил некий такой ответ из Кремля, от Пескова, что мы ничего иметь не будем, это было мнение Зоркина, ну и, вроде бы, как конституцию трогать не надо. Вот что происходит, что это за борьба такая идет в высших шлонов власти, и Зоркин, чей интерес все-таки там, скорее, чей классовый интерес, либо властный интерес озвучивает? Ну, да, я, конечно, не Станиславский, но все равно, повторю, не верю. Ну, понимаете, я не верю Зоркину, который уже много-много десятков лет, десятков лет, во всяком случае, четверть века, по сути дела, говорит одно и то же, но ничего не меняется. Он ничего не предпринял для того, чтобы механизмы хотя бы этих изменений существовали у нас. Если речь идет о том, что отдельные статьи Конституции может менять только конституционное собрание, то закона до сих пор сегодня нет, и я что-то не видела, чтобы Зоркин носил этот закон, хотя он может это делать сегодня. Более того, его заявление о том, что действительно основной причиной сегодня вот таких настроений в обществе и изменения отношения к власти является, так сказать, социальная необустроенность, элементарная борьба людей за выживание. Ну, об этом говорит сегодня, не говорит точнее, только ленивый, поэтому даже Алексей Кудрин сказал, что это постыдно, 20 миллионов бедных у нас. Но что вы сделали? Мы обращались к Зоркину и не единожды. Первое, давайте мы проведем референдум и спросим вообще, какое государство мы... Мы задавали очень много вопросов в этом референдуме, и первый, от кого получили отказ, это Зорькин. Второе, мы обращались к Зорькину по закону образования, который сегодня, по сути дела, развалил у нас среднюю школу, подбирается к высшей школе и уничтожил, по сути, дошкольное образование и воспитание как самостоятельный вид образования, поскольку в новом законе 10-го года он считается предшкольным образованием. И что, Зорькин поддержал у вас 10-го в России? Ну, если бы он поддержал, то у нас тогда бы не было, наверное, под названием оптимизации уничтожения образования. Поэтому я к тому, что это все тот же Зорькин, не меняется Зорькин. Поэтому для меня сегодня вот эти вот, ну, вбросы, о которых говорил Сергей Павлович и Бастрыкин, здесь уже и Лебедев, здесь уже и Зорькин. Ну, то есть сегодня нас готовят к тому, как опять-таки обмануть народ, если в 2008 году приняли закон увеличения пенсионного возраста и о том, что два срока подряд. Сегодня, мне кажется, они задумаются о том, чтобы сделать это три срока подряд. Опять-таки говорили о неконституционном органе администрации президента. И Зорькин снова еще раз сказал, что надо бы все-таки, ну, разграничить вот эти вот полномочия между исполнительной властью. Это не конституционный орган сегодня, но управляет страной, по сути дела он. Он расставляет кадры, он определяет, кто будет губернатором, кто не будет губернатором. Зорькин правильно называет эти проблемы. Проблема взаимоотношений исполнительной и законодательной власти, проблема разграничения полномочий между федеральной властью и регионами. И вот здесь, ну, это, пожалуй, самая горячая точка сегодня. Почему? Потому что, если речь идет о целостности государства, то в данном случае показатель не только Ингушетия. Показатель действия нынешней власти, которая проявляется в бюджете, внесенном в Государственную Думу. Сегодня у нас одни регионы получают в силу того, что они прикормлены, политические объяснения получают из бюджета, например, 74 миллиарда, Чечня, адреса. А кто-то 800 миллионов получает. Ну, друзья мои, разве это не осознанное, по сути дела, натравливание одного региона на другой? Вот это и есть разрушение целостности государства. Что он, зачем он вообще появился и зачем он это озвучил? Значит, для меня любопытно, да, понятно, вопросы изменения конституции. Дискуссия будет развернута, для меня это очевидно. Следующий любопытный фактор – это рассуждение о двухпартийности господина Зорькина. Значит, и у меня очень много из идей, как бы я сказал, умеренного социализма, то есть из программы КПРФ. Очень много. У Зорькина, да? Даже у Зорькина, даже терминология, народовласти и так далее, тоже из программы Лексикон, язык, который мы используем. Я сразу вспоминаю вот эти все разговоры о формировании двухпартийности, да, Единая Россия, там ОНФ, это ладно, на одном флаге, а где они вторую? Понятно, что КПРФ они не хотят видеть элементом двухпартийности. Я напомню, что я постоянно доказывал нашим высшим государственным деятелям, что политическая система стабильна, если идет смена власти и оппозиции, переходы оппозиции во власть и обратно. У нас этого за все время не происходило, поэтому такие режимы не живучи. Так вот, они, видимо, хотят опять создать, вот устами Зорькина сформулировала вот такая вот программа мягко-мягко православно-социалистической вот партии, на мой взгляд. Здесь он тоже вот такую вот функцию выполнял. Вопрос, из чего она будет формироваться. Вот уже справедливую Россию не кормят, да, справедливая Россия. Миронов говорит, что уже денег нет на партийные проекты. Значит, возможно, на ее базе. Кто говорил, Жириновский, что они будут со справедливой Россией объединяться? Ну, посмотрим. То есть, какого-то Франкенштейна они могут быть опять изобретут. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы постепенно подходит к концу, поэтому хотел бы попросить наших уважаемых гостей очень коротко ответить на заключительный вопрос нашей сегодняшней беседы. Давайте, Марина Владимировна, с вас начнем. Вот, с вашей точки зрения, что необходимо делать, чтобы государство, в котором мы все с вами живем, все-таки не начало разрушаться в плане социально-экономическом, политическом и территориальном? Как избежать концов, которые огражают всероссийской цивилизации? Угу. Вот уже здесь прозвучало сочетание желаемый образ будущего. Я поддержу, что он не создан. Более того, у нас и не получается закономерная смена оппозиции и партии власти, именно потому, что у нас абсолютно расходятся эти образы будущего. Одни говорят о том, что Россия должна стать обычным, маленьким, среднеевропейским государством. Другие говорят, что мы должны вернуться, может быть, к понятию империи и обратно в Советский Союз. Ну, если не Советский Союз, но в каком-то виде трансформировано. Ну, типа имперского государства. Да, имперского государства. Как квазисоветского. Вот, квазисоветского государства. И получается, что мы же не можем увеличить, Россия не губка, да? Поэтому вот пока не будет выработан некий консенсус по поводу этого, вот будут какие-то вот шарахания и, по сути, топтания на месте. Чуть-чуть сюда, чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. Поэтому башням Кремля, а затем вовлекая широкие слои общественности, говоря клише, об этом надо договориться. Спасибо. Спасибо, что вы. Сергей Павлович. Знаете, говорят, что элита сгнила, да, и все, весь корень опять. Мы опять перешли в тот период, когда вот этот вот правящий слой полностью не соответствует тем задачам, которые и, ну, задача ответственных политиков, вот, ну, скажем так, не допустить вот этого обрушения страны в бездну. Она стремительно приближается. И мы видим, что вот эта бесконтрольная власть совершает глупейшие одна за другой ошибки. И вот задача оппозиции привлекать внимание народа, будировать. И, слава богу, народ уже понимает, что нужны перемены. Перемены и нужна активность. Спасибо. Стабильность – это конец. Спасибо. В конечном итоге те глубинные проблемы, о которых мы только что говорили, они имеют классовую природу. И я вижу путь их преодоления в том, чтобы сейчас помогать населению, трудящимся в его самоорганизации для отстаивания своих интересов. Я думаю, что иного пути, кроме как консолидировать общество в противовес интересам крайне узкой группы сверхбогатых людей, которые сейчас этим обществом пытаются управлять своих интересов, другого пути у нас нет. Благодарю, Нина Александровна. Нам нужен социализм, понимаете? Поэтому у меня нет вот этих вот шарахней. Что мы хотим построить? Мы должны построить государство под названием социализм, вернуть те самые социальные гарантии, которые были и остаются сегодня у людей. Вот в хозяйстве там Крузденина, Казанкова, там в Уссуале-Сибирском у нас. Даже в этих диких условиях можно, по сути дела, если не заботиться только о толщине своего кошелька и кармана, а заботиться о людях, можно возродить вот эти вот социальные гарантии, которые всегда, ну, государство просто обязано это делать. А для этого первоочередные вот законы сегодня о национализации природных ресурсов, прогрессивная шкала. Что делать? Другая власть. Нам нужна другая власть. Менять систему формирования власти. Спасибо большое, дорогие гости. Совершенно очевидно, что та политическая конструкция, которая сегодня имеет место быть в России, та, скажем так, коррупционная вертикаль, которая сложилась, к сожалению, не способна решить те стратегические задачи и вызовы, которые стоят перед страной. И, что более, несложно говорить о изменении социально-экономического курса и разворота в сторону населения. Ну, а как будет развиваться ситуация, мы обязательно поговорим в одной из наших следующих программ. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорой встречи.